Гомель фэшн шоу – первый фестиваль моды и стилю собрал в Гомеле дизайнеров, стилистов, фотографов и блогеров. Наша здимущественная бригада так же заветала на это мероприятие с подробностями Ганна Корольшук. 400 моделей, 100 человек команды и 2 месяца подрихтовки. Гомель фэшн шоу стала значной подъей для всех аматоров стилю при Гожосте. По словам организаторов, модные показы наведают больше за тысячу гостей. Это целиком каже про то, что нашему областному центру не хватает таких мероприемств в формате «Ты дня моды». Задумка была до мной, у меня и у Марины, как-то случайно поговорили и вот. Сошлись на общем мнение. Сошлись на общем, что надо организовать, надо попробовать, надо дать возможность поучаствовать всем модельным школам, модельным агентствам нашего города и Беларуси для того, чтобы было развитие и в нашем городе. Ну и больше познакомить с наших жителей о том, что мода существует и мода есть в нашем городе. Есть прекрасные дизайнеры в нашем городе, которые тоже представляют сегодня коллекцию. Модные показы поделялись на блоке, у каждого из которых дизайнеры представляли коллекцию оденья «Вясна-лето-2019». Худельники, как ведомые белорусские, российские и турецкие вытворцы, так и перспективные молодые дизайнеры. Так, например, модели дефилевали у оденья от Людмилы Лобковой и Николая Морозова. И они показали вопротку класса «Прета-Порте» – повседенные модели для массовой вытворчести. Гомельский дизайнер Юлия Радова подрихтовала коллекцию вечерних сукенок. Разынкой, можно сказать, новацией фестивалю стал выход так званых нестандартных моделей. Жанчины, которые не уписываются в обычные модельные параметры роста, ваги или взросла, упевненно выходили на подыум на ровне с профессийными манекенщицами. Людмила Воинская, например, представляет Жанчин плюс сайз. Я ее помероденья 54-56. На самом деле я вообще ничего не ожидала. Я пришла просто на пробные занятия посмотреть. Ну, понравилось, как девчонки ходят на каблуках. Я не умела абсолютно ходить на каблуках, но буквально уже за два занятия я уже уверенно щеголяла. Лично я очень много вижу в себе изменений. Я стала более раскрепощенной, более женственной. У нас проходятся такие уроки, как по психологии, они очень помогают женщинам. А Наталья Тимофенко пришла в моделинг уже на пенсии. После долгой працованной деятельности у якости инженера, выкладчика и продавца в 60-х годов она увасобила свою мару и окунулася в свет моды. Спочатку скончила курсы по стилистыце, а потом попробовала и сама выйти на подыум. Жанчина жартует, что и она полный нестандарт. Наталья невысокого росту – метр пятьдесят пять сантиметров. И когда муж дает ее хобби спочатку ставился скептично, то дети и внуки с гонором подтримали. А сейчас мне очень нравится быть моделью, потому что в нашей жизни не так много ярких моментов, прямо скажем. И когда ты приходишь на подиум, то, конечно, душа раскрывается, поет, адреналин играет. Ты себя ощущаешь женщиной до кончиков ногтей просто. И возраст тут никакой роли не играет. Если ты женщина, значит, ты женщина в любом возрасте. Усе вырученные от квитков сродки организаторы накируют на доброчинность. Ганна Корольчук, Павел Антонов, телерадио «Гомель».